Примерно 20 лет назад утки выбрали именно этот пруд неподалеку от 11 больницы местом своего постоянного проживания. Они не улетают в теплые края на зиму и с нетерпением ждут местных жителей, которые каждый день приходят сюда, чтобы покормить пернатых. Именно благодаря обитателям пруда сегодня у него появилось официальное название – теперь это пруд серой шейки. Идея назвать этот водоем именно таким образом впервые появилась у педагогов Центра народных промыслов «Рязанский оберег». Один раз с коллегами проходили мимо пруда и посмотрели, что утки пламят, ну просто как в сказке «Мамин Соберега» – пруд серой шейки. А дальше пришли, детям сказали, дети подхватили, рисовали, делали у нас и фото были какие-то конкурсы. А потом коллектив Рязанского оберега обратился с инициативой присвоить этому пруду официальное название в администрацию города. И вот спустя полгода здесь появился специальный указатель, который гласит, что это пруд серой шейки. В честь этого события был организован праздник. Официальные лица сказали приветственные слова, перерезали символическую красную ленточку, но все же главными участниками стали дети. Они танцевали, играли, разгадывали загадки. Кстати, некоторые из них весьма основательно подготовились к торжеству. Так Кира и Анна, ученицы 59-й школы, нарисовали вот такой плакат. Это была наша инициатива. А почему вы решили нарисовать этот праздник? Нам сказали учителя, что мы пойдем на пруд и что его будут называть серой шейкой. Вот мы нарисовали такую плакат с уточкой. Анна и Кира живут и учатся неподалеку. И на пруд заходят почти каждый день, чтобы покормить уток и голубей. Я обычно хожу здесь в музыкальную школу, мне нравится кормить уток. У нас иногда остается лишний хлеб, а мы его уточкам даем. И мне так нравится это место, я иногда прям хочу именно туда спуститься, чтобы их вот с берега покормить, а то отсюда, здесь только голуби, я и голубей кормлю, и уток. Практически все жители этого района не обходят пруд стороной. Приходят сюда вместе с детьми, кормят уток, и практически все они поддерживают идею о присвоении этому водоему официального названия. Ну, я думаю, давно пора здесь уже что-то оккультурить, как-то дать название, чтобы за ним как-то ухаживали. Потому что вот с детьми очень весело гулять, кормить уточек, птичек. Мы очень рады, мы каждый раз ходим сюда кормить. Дети смотреть, какую радость испытывать. Мы специально ходим кормить, часто очень эти. Потом это природа. Еще бы желательно почистили его. Действительно, мусор по берегам впечатление портит. Однако на официальном открытии праздника заместитель префекта Октябрьского района пообещал, что очисткой пруда его берегов займутся в ближайшее время. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».